Утром последний звонок прозвенел во всех учебных заведениях Донковского района. Правда, в классах и коридорах школ впервые за всю историю советского и российского образования было непривычно тихо и пустынно. Последний звонок по значимости всегда был одним из важных явлений школьной жизни и особенно для выпускников. Но в свете последних событий проведение подобных массовых мероприятий не только невозможно, но и недопустимо. В итоге все учебные заведения провели последний звонок онлайн. К интернет-трансляциям подключились сотни донковчан. Это и учащиеся, и их родители, и учителя. Официально поздравления прозвучали и от главы Донковского района Валерия Фалеева. Уважаемые учителя, родители, дорогие выпускники. Вот и наступил поистине значимый день. День последнего школьного звонка. С завтрашнего дня перед каждым выпускником распахнутся двери к новым возможностям. Самостоятельной взрослой жизни. Школьные годы пролетели очень быстро. Их уже не вернуть. Но я хочу, чтобы каждый из вас помнил, сколько было в этих стенах дружбы, радости, счастья. Пусть это останется в вашей памяти навсегда. А лучшие школьные годы пусть будут украшением вашей дальнейшей жизни. Смело идите по жизни. Слушайте свое сердце. Будьте искренни и благоразумны. Эти три составляющие позволят достигнуть вам вашей мечты. Исполнить намеченные перед собой планы. Я хочу поблагодарить родителей, учителей за то, что они долгие годы вместе с детьми шли трудной дорогой знаний. За их терпение, любовь. В каждой школе последний звонок пройдет по-своему. В рамках действующих ограничений, конечно, мы встретим этот праздник в особом режиме. Но я думаю, не стоит расстраиваться из-за того, что у нас не будет масштабного праздника. Ведь самое главное, чтобы вы все были здоровы. В эти трогательные минуты я всем хочу пожелать большого успеха, ярких событий в жизни, добра, счастья, мирного неба над головой вам, дорогие наши выпускники. К поздравлениям присоединилась и начальник отдела образования Ирина Меркулова. И своих коллег и учащихся она также поздравила с праздником. Дорогие выпускники, сегодня для вас прозвенит последний звонок. Символ будущих побед, блестящих открытий и вступления во взрослую жизнь. Стать взрослым значит не только обрести свободу выбора и самостоятельность решений. Стать взрослым – это большая ответственность перед собой и перед теми, кто в вас искренне верит. От всей души желаю вам найти достойное применение своим знаниям, стать успешными людьми. Пусть у вас будет все – любимая профессия, любимое дело, семья. Берегите себя и свои сердца. Сохраните в них добрую память о школе и учителях. Здоровья вам, удачи на пути к мечтам, сил и надежд. Будьте счастливы. Данная официальная часть трансляции у всех учебных заведений была примерно одинаковой, а уже потом все работали по своим оригинальным задумкам и сценариям. Например, в самом крупном учебном заведении лицея номер 6 учащиеся учителя и родители поздравляли своих детей, коллег и наставников с праздником, найдя для этого самые искренние и добрые слова. Кто, скажите, в нашей школе самый умный и веселый? Кто тут смелый, ловкий, сильный и красивый и спортивный? Кто в труде передовик? Ну, конечно, выпускник! Стали вы совсем большие, дяди, тети, вот такие! Вас поздравить нынче рад первоклассникам отряд! Посмотрите-ка на нас, вспомните, какими были и в первый раз, и в первый класс, и вы с портфелями ходили. Мы, конечно, помоложе, нам еще расти-расти, но и мы мечтаем тоже людям пользу принести. Мы прекрасно понимаем ваши трудности сейчас, за окном, без сна в разгаре, но экзамены у вас. В этих стенах вы успели очень многое узнать, мы желаем вам ответить все экзамены на пять. Вы красивые такие, вас сегодня не узнать, нам, скажем, это к десять, вас придется догонять. Для выпускников этот день всегда особенный, к сожалению, они его встречают совсем не так, как было задумано. Тем не менее, одиннадцатиклассники искренне благодарили своих наставников за годы, проведенные вместе с ними. Многие из нас до сих пор помнят первый день в школе, когда, прячась за огромным букетом цветов, мы пошли следом за первым учителем, на первый в жизни урок. На протяжении четырех лет этот человек был нам и другом, и наставником, и помощником. Вместе с ним мы ходили в кино, посещали концерты, проводили школьные праздники. Выражаю благодарность учителям информатики. Мы знаем, что такое байт, систему поиска и сайта, умеем файлы создавать, картины мышки рисовать, и через интернет общаться, и в алгоритмах разбираться, и понимать язык программ. Огромное спасибо вам! Вы столько новых знаний получили. В природе относитесь с уважением. Вот главное, чему вы нас учили. Мы об этом мире знаем много, лишь потому, что нам его секреты открыли вы, учитель биологии. Огромное спасибо вам за это! С нами вы шагали. Учили нас, терпели нас. А мы лишь вас и понимали. И как домой в родной шли класс. Спасибо вам за вашу душу, за труд, терпение, добро. За то, что много в нас сложили. Хоть это было нелегко. Последний звонок в режиме онлайн проводится впервые, и очень хотелось, чтобы единожды. Тем не менее, чтобы все это было празднично, интересно и необычно, пришлось потрудиться всем, отметила директор лицея номер 6 Елена Шадрина. Мы раздали задания классным руководителям. Они озадачили детей. Дети готовили свои видеообращения к учителям, к ровесникам дома. Снимали ролики, присылали нам их на почту. И сегодня, в назначенное время, все располагалось в сеть. Накануне мы дали объявление, во сколько можно увидеть наши трансляции в сети интернет. И дети, надеюсь, смотрят нас сейчас из дома. Что бы вы пожелали всем и детям, и взрослым, и коллегам, и всем-всем? Поздравляю всех с окончанием школы. Впереди ждут экзамены. Желаю сдать экзамены на самый высокий балл, поступить туда, куда хочется. Выбрать правильный жизненный путь, отучиться. В общем, благополучия, удачи, успеха. Ну и какой же последний звонок без самого звонка, когда главной школьной традиции он появился в финальной части интернет-трансляции. Дорогие выпускники, традицию праздника последнего звонка я передаю руководителям школ. Дорогие выпускники, традицию праздника последнего звонка я передаю руководителям школьного звонка.